Всем привет! Итак, что общего у перчаток для лазанья по стенам, роя дронов и ховербайков? Ну, кроме того, что они есть во всех списках желаний на Рождество, они также присутствуют в Call of Duty Advanced Warfare. Однако, насколько возможны в реальности эти три чуда военной техники будущего? Война. Война никогда не меняется. Ну, разве что иногда. Я, конечно, не историк, но я более чем уверен, что римляне завоевали Европу не с помощью летающих боевых дронов. Хотя все может быть. Однако, вот в чем суть. Хоть эта цитата из Fallout идеально иллюстрирует неудержимую тягу человечества к истреблению друг друга, технологии, используемые при этом, меняются. И причем с удивительной скоростью. И это не осталось незамеченным разработчиками из Sledgehammer Games, когда они создавали боевую технику и оружие в Call of Duty Advanced Warfare. И вот даже слова самого Глэна Скофилда. Технологии будущего в игре на самом деле основаны на технологиях настоящего. Мы просто развиваем их дальше. Чтобы что-либо вписалось в игру, оно должно быть похожим на правду. Но при этом мы меняем технологии так, чтобы игрокам было интересно играть. Итак, я заметил одну примечательную вещь в трейлере игры. Это были стильные перчатки, позволяющие ловко взбираться по любой поверхности. Не правда ли? Сподручно. И так, хоть это и выглядит как несбыточная мечта всех, кто мечтает быть Человеком-пауком, на самом деле эта технология не так далека от реальности, как вы думаете. Представляю вам Гекскин. Материал, вдохновленный вот этим парнишкой. Гекконы поистине настоящие мастера в лазании, ну или по крайней мере 60% видов. Они способны взбираться почти по любой поверхности, благодаря присоскам, расположенным на их лапах. Итак, как же они это делают? Ну, они точно не используют никакой клей для этого. На самом деле, ключ к разгадке – это миллионы микроскопических волосков, щетинок. Каждый из них делится на еще более мелкие волоски, заканчивающиеся так называемыми лопаточками, которые позволяют прицепляться к поверхности за счет силы притяжения, возникающей между молекулами, также известной как силы Вандер Вальса. Что ж, хоть силы притяжения, возникающие между лопаточками и молекулами поверхности, крайне малы, они суммируются благодаря множеству точек соприкосновения, что в итоге позволяет геккону с легкостью удерживаться на любой поверхности и, соответственно, удерживать на ней массу своего тела. А теперь вернемся к Гекскин, материалу, созданному командой ученых из Университета Массачусетса в Амхерсте, при поддержке Дарпа. По сути, это искусственно созданная увеличенная версия кожи геккона. И знаете что? Пока что результаты более чем впечатляющие. Один небольшой кусочек может выдержать вес до 700 фунтов, что составляет около 300 килограммов. Груз затем отсоединялся легким движением, а тот же кусок материала можно использовать снова и снова. Невероятно! Кроме того, в ходе последнего тестирования Гекскин, мужчина весом около 120 килограммов, нагруженный различными записывающими устройствами весом в 20 килограммов, забрался по 8-метровой стеклянной стене с помощью всего лишь двух таких кусочков материала. Все, что нам нужно, это взять эти два кусочка и превратить их в пару перчаток. А да, и для общего использования тоже, пожалуйста. Я считаю, что эта технология поистине удивительна. Одним из моих самых ярких воспоминаний о Е3 2014 был этот момент из геймплейного демо Call of Duty. Наблюдать за этим роем дронов было крайне круто. Но реально ли в самом деле создать такой рой дронов? Что ж, боевые дроны сегодня намного больше по размерам и выглядят как самолеты, а не дроны из фильмов. Кроме того, они действуют поодиночке и совершенно не умеют собираться в рой. Однако, идея колоний, состоящих из отдельных представителей одного вида, достаточно распространена в природе. Рыбы, саранча, даже крошечные муравьи демонстрируют групповое поведение, выходящее далеко за рамки их возможностей по отдельности. Итак, возможно ли такое коллективное взаимодействие среди неживых субъектов в случае с роботами? Узрите, рой из тысячи роботов! Ладно, согласен, выглядят они не так уж и устрашающе. В конце концов, каждый из них размером всего лишь с рубль, и у них даже нет нормальных конечностей. Все, что они могут делать, это вибрировать на своих трех тонких ножках. Однако, это даже позволяет им двигаться, что они активно и делают, создавая самые различные фигуры. Приказы им направляются с помощью инфракрасных сигналов, и после их получения они сразу начинают строиться так, как нужно. Если вы хотите увидеть все это в действии и узнать больше о том, как это происходит, посмотрите на видео от Ньюс Сайентиста. Стоит ли говорить, что этот рой не внушает мне такого же ужаса, как тот из Call of Duty, но нам нужно просто воспринимать это достижение как первый, пусть и умилительный шаг к нашей неизбежной гибели от конечностей роя дронов-убийц. Ховербайки. Черт, я бы с удовольствием на таком прокатился. И кажется, это можно сделать в Call of Duty Advanced Warfare. Но если подумать, ховербайки были бы крайне полезными в боевых действиях в реальности. Быстрые, маневренные и почти не соприкасающиеся с землей, они идеально бы подошли для внезапного налета на противника. Да и о различных ловушках на земле волноваться не нужно. Так что, возможно ли это? Ну, вообще да. Их можно заказать уже сейчас. Только не ждите, что вам их доставят раньше 2017 года. Так вот, что же вы в итоге обнаружите в своем почтовом ящике? В общем, одного из этих красавцев ховербайков AeroX от компании Aerofax. Эта модель, работающая на бензине, сможет подниматься над землей на высоту до 3 метров и развивать скорость до 72 километров в час. На нем уместится аж два человека, а сам он может работать в течение 90 минут. Кроме того, они устроены так, что управлять ими можно будет так же, как и обычными мотоциклами. Теоретически, вам даже не понадобятся водительские права для того, чтобы бороздить воздушное пространство на ховербайке. Ну что, AeroX, конечно, крутая штука, но меня эта модель впечатлила не так сильно, как следующая. Эта разработанная в Британии машина с простым названием ховербайк представляет собой скорее гибрид дрона с мотоциклом. И это настоящий рывок вперед в современной науке. И пока вы не успели спросить... Нет, ховербайком управляет неболезненно бледный британский ребенок, это всего лишь пробная версия размером в одну треть от вот этого. Рассчитанный на одного человека, этот ховербайк сможет летать намного выше, чем AeroX, а именно на высоте около 3 километров, и сможет развивать скорость до 200 узлов. По словам работающей над этой моделью команды, тот факт, что вы поднимаетесь высоко над землей, ощутимо снижает риск во что-нибудь врезаться. А значит, этот ховербайк намного безопаснее своих низковысотных братьев. А если вы, конечно, ну, не свалитесь. И хотя тут вы уже вряд ли справитесь без летной лицензии, я уже вижу отряд солдат будущего, летящие на таких ховербайках в гущу битвы. Итак, какая из этих трех технологий вам понравилась больше всего? Какая из них, по вашему мнению, станет первой в арсенале солдат будущего? Пишите свои мнения в комментариях под видео. Если вы захотите узнать больше о технологиях, представленных в этом выпуске, то предлагаю вам посетить сайт автора видео. Просто вбейте эту ссылку в адресную строку или перейдите по ней из описания к видео, и вы попадете на страничку, которую автор создал на сайте Библио. Там вы найдете все источники, которыми он пользовался для создания этого выпуска. Там есть и текст, и видео, так что вперед. Смотрите и проверяйте, не наделал ли он ошибок. Окей, спасибо за просмотр и увидимся на следующей неделе. Переведено и озвучено командой XDelayed. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.